Добро пожаловать в метро Исход На сегодняшний день это самый амбициозный проект в 4A Games. Работа над ним заняла 5 лет. Для тех, кто раньше ничего не слышал о Вселенной, данный ролик покажет, что делает метро столь уникальным и притягательным. 2036 год. После ядерной войны, опустошившей Землю, прошло четверть века. Несколько тысяч уцелевших цепляются за жизнь под руинами Москвы в туннелях метро. Они считали, что Земля — это отравленная пустошь. Есть метро и точка! Но они ошибались. Играя за Артема, вы должны сбежать из метро и возглавить отряд спартанцев в невероятном путешествии через всю постапокалиптическую Россию. Герои этой захватывающей истории врезаются в память. А ее события займут целый год. Сезон за сезоном. От весны, через лето и осень. К мраку ядерной зимы. Метро «Исход» берет кинематографичный, завязанный на повествовании игровой процесс из предыдущих частей и переносит его на огромные открытые пространства, даря абсолютно новые впечатления. Основные столпы игрового процесса, которые поддерживают этот крутой новый дизайн, — это бой, исследование мира и выживание. Метро предлагает увлекательные и разнообразные виды боя. От отчаянных схваток с жестокими мутантами до тактических перестрелок с умными врагами-людьми. Как вы будете справляться с противником, зависит только от вас. Метро поддерживает как скрытный стиль игры, так и прямолинейный «беги и стреляй». Кажется, хорошей идеей дождаться ночи, чтобы напасть на бандитский лагерь, погасите все источники света и тихо всех перебейте. Или начните штурм на рассвете, вступив в открытый бой. А у меня тут для тебя подарок — тихарь. Помнишь? На характер боя серьёзное влияние оказывает уникальный арсенал смертоносного кустарного оружия. Любое оружие может быть полностью переделано, что позволяет игроку изменять убойную силу, дальность стрельбы, хваткость и точность, используя разные части. Разбирайте любое оружие и используйте его части, чтобы менять обвес на лету. Вы нашли этот револьвер? Почему бы не добавить ему длинный ствол, приклад и прицел? Теперь у вас есть дальнобойное оружие, способное снимать врагов с дальнего расстояния. Эта система предоставляет игроку огромное количество тактических возможностей. «Мир. Метро. Исход» был создан вручную, чтобы вознаградить исследовательские усилия игрока. Каждое место, что вы найдёте, обладает собственной историей. От длинного заброшенного ядерного бункера и маленькой деревушки, скрывающей тёмные тайны, до старинной церкви, превращённой в нечто зловещее. На обширных уровнях метро вы не столкнётесь с бессмысленными заданиями «Подай-принеси». Каждая задача вписана в повествование и естественным образом дополняет основную историю. Мы даём вам карту, компас и свободу отвечать за свои действия. Раскрывать или нет истории пустоши зависит от вас. В метро «Исход» всё завязано на выживании. Вам придётся бродить по пустошам, сражаться с мутировавшим зверьём, враждебными группировками и смертоносной природой. Артём должен искать ресурсы, обирать трупы и обыскивать уцелевшие дома. А новые механики конструирования вещей позволят ему создавать фильтры для противогаза и аптечки, необходимые для выживания. Внешние угрозы, аномалии и отравленные зоны, изменяющиеся погодные условия, включая электрические бури, создают опасный мир. Лагеря и заставы позволяют вам восстановить свои силы, а также предлагают больше возможностей для создания и доработки вашей экипировки. Смена дня и ночи преображает мир игры. Осмелитесь ли вы путешествовать в темноте, когда мутанты представляют наибольшую опасность, или дождётесь рассвета и риска нарваться на вражеские патрули? Невероятное путешествие Артёма стало возможным благодаря Авроре — гигантскому паровому локомотиву, который служит игроку домом и оперативной базой. Аврора станет вашим убежищем, местом, где персонажи общаются и где можно узнать об истории мира. Повествование — это сердце Исхода. Ваши решения и ваш стиль игры обязательно окажут влияние на развитие сюжета. Это мир, в котором можно пропасть с головой. От боя до исследования и выживания. Метро Исход — это уникальный опыт погружения. До встречи в пустоши, Спартанец. Субтитры создавал DimaTorzok